Езда на грани – норма для этапа сибирского межрегионального кубка по дрифту. Только так здесь можно побороться среди 40 с лишним человек за место на подиуме. Соревнований подобного уровня в Алтайском крайне было около 10 лет, а на почти полноценном гоночном треке – вообще никогда. Речь, конечно, о трассе «Ракета» под Павловском, которую инициативная группа строит с прошлого года. Если мы хотим, чтобы наши гонщики были, приезжая куда-то, спокойно на любой трассе себя чувствовали, мы должны сделать сложный трек, самый сложный трек, чтобы были все элементы – торможение, разгон, то есть максимально сложные постановки, чтобы люди, приезжая куда-то, такие «О, так тут все легко, мы на ракете вообще такие вещи делаем». Трек действительно получился сложным. Его особенность в том, что резкие повороты идут буквально друг за другом. Из-за этого скорость невысокая, и приходится грамотно отрабатывать все перекладки, чтобы не замедлиться. Она не сильно скоростная, но есть моменты, где нужно ускориться, соответственно, и присутствует перепад высот, который тоже немаловажную роль свою играет. Опять же, лед заливной. То есть лед здесь льют, он какой-то тоже специфичный, он не такой, как везде, он сильно скользкий здесь. Чтобы автомобиль лучше держался на льду, участники настраивали подвеску и двигатель специально под эту конфигурацию. У кого-то были и нестандартные решения для правильного распределения массы и прижима задней оси машины. Например, радиатор в багажнике. Некоторые участники любят использовать вот такую вот аэродинамическую конструкцию. Ее ставят на седаны, чтобы они были похожи на универсалы. Например, как двойка или четверка «Жигули». Ее смысл в том, чтобы когда машина начинает занос, то благодаря сопротивлению воздуха, который как бы попадает на конструкцию, машину не разворачивает и сносит чуть-чуть дальше. Но на этом треке подобного рода конструкция бесполезна, поскольку она начинает работать на скорости приблизительно от 70 км в час. Так что приспособление больше подходит под треки в Новосибирске и Кемерове, где еще соревновались участники в рамках межрегионального кубка. Новосибирск. Там был мотодром. Такая закольцованная трасса овальной формы с несколькими перекладками. Кузбасс. Был большой автодром с длинной дугой. Там пару перекладок и опять дуга. Чтобы трек «Ракета» приблизился к званию автодрома, его для начала нужно переделать. Потому что он получился слишком сложным. Для расчетов чистового варианта используют специальный автосимулятор, чтобы пилоты сразу понимали, насколько удобно ехать по одиночке и в паре. Ширина останется прежней, изменится разгон. Мы увидели то, что у нас достаточно такая затычная трасса получается, если говорить про дрифт. То есть будет прямик так же проходить, как он есть, но постановка будет происходить с такого флая. Флая и с большой дуги. То есть там, где сейчас земляная куча, там будет большая скоростная дуга. Несмотря на грядущие изменения, философия трека сохранится. Он по-прежнему будет в первую очередь для маломощных автомобилей. Сейчас остается дождаться июня. Спецтехника переделает земляной вариант конфигурации и далее будет укладываться асфальтовое покрытие. Поэтому не исключено, что в Алтайском крае наконец-то появятся регулярные официальные соревнования по летнему дрифту. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.